Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вот сегодня уже 3 мая, и с сегодняшнего дня у нас заканчивается ледниковый период, наступает эра потепления. Хотя сейчас еще 5 градусов, ну потому что 9 утра, потом на завтра и на послезавтра очень хорошие плюсовые температуры, и сразу у всех возникает вопрос, когда приступать к посевам лука? Этот вопрос задается каждый год ежегодно, и вот в прошлом году я сейчас расскажу о своем плачевном опыте, когда было холодно, я отложила на потом лук, и поэтому он не получился, потому что потом началась жара. Сейчас начну все рассказывать постепенно. Вчера я вам говорила, что самое главное высчитать вот эту дату посева оптимальную, чтобы не было рано и не было поздно. Рано нельзя садить в морозную землю, его нельзя в холодную, и когда минус ночной, вот как сегодняшняя ночь была минус 1, не надо, может стрелку уйти. Но и промедление тоже чревато тем, что вы его посеете, будет жарко, влаги будет мало, и у него не завяжется достаточная головка. Особенно это касается тех огородников, которые приезжают только на выходные, у которых нет возможности часто поливать. Если вы высадите его в жаркую погоду, и дальше тоже будет тепло и жарко, качество лука сразу будет хуже. И всегда пишут, высевайте в оптимально ранние сроки, то есть как можно раньше. Как узнать когда? Ну вот есть несколько маркеров, которые могут вам помочь дату вот эту определить. Я в прошлом году снимала, я снимала 5 мая, и вот как раз этот день, луков день, является у нас в стране датой, когда по возможности, если вам позволяет температура, если ночью нет минуса, то нужно приступить к посеву лука. Если народные приметы, то черемуховый цвет, если зацветает черемуха, однозначно нужно садить. Конечно, на черемуховый цвет всегда какое-то похолодание, но дело в том, что оно уже не такое страшное для лука, потому что уже не будет, наверное, минус 10, скорее всего, и минус 8. И еще по чесноку, я в том году показывала, если у кого-то есть озимый чеснок, когда он отрастает на 7-10 сантиметров, вот такой, в этот период уже пора начинать садить лук. Про подготовку лука я не буду в этом году рассказывать, я в прошлом году рассказывала подробно, потому что в этом году у меня нет весеннего посева лука. Я посадила под зиму, в прошлом году осенью, и я расскажу почему. В прошлом году так же. У нас было холодно, холодно. 5 мая я вышла, сняла видеоролик и сказала, что вот у нас еще очень холодно, я сейчас садить не буду, я буду высаживать дня через 3. И я немного выждала и сделала ошибку огромнейшую, хотя я знаю это все, и я говорила в том видеоролике, что в ранние сроки земля влажная, самое благоприятное вот это условие для укоренения лука. Ему нужно корни. Он когда молодой, корни маленькие, и если верхний слой прогреется и высохнет, то он может, ну как, большое отставание будет в росте. Ему надо, когда земля влажная, чтобы в этот период он пустил корни на более туда, более глубоко, и потом уже ему не засуха не будет, страшно ничего. Я вот упустила эти несколько дней, а потом началась жара. Жара продолжительная, температуры высокие, и посеяв свой лук, при такой температуре мне надо было ходить поливать его ежедневно. Но я не смогла этого сделать, потому что у меня были тут и томаты, и тоннели, и я в прошлом году лук упустила. Вот этот первый период, который жаркий, он дал такой результат, что головка завязалась маленькая, не хватило ему влаги. Но обычно я практикую подзимный посев. Я потом покажу вам, вот подзимный лук уже вылазит, он хорошо уже укоренившийся, все. И теперь про сроки. Смотрите, если у вас есть выбор, посеять, например, или пораньше, или попозже, вы смотрите, что если нет минусовых температур, то лучше сеять и раньше. Если, как я, вы отложите на более поздний срок, потом нужен будет дополнительный уход, дополнительный полив, и не факт еще, что он вырастет таким же сочным, здоровым, завяжется большая головка, как у того, который раньше. Тут чем раньше, тем лучше, но только чтобы не был минус. Ориентировочная температура 5-10 градусов, если вот для нас еще прохладно, вот сегодня 5 градусов. И если вы видите прогноз дальнейший, я вот специально посмотрела, у нас сегодня 5-7 градусов, но на последующие дни идет повышение 8 градусов, 13 градусов, и уже через 3 дня будут температуры 22-23 градуса. Это уже жара такая. Если вы видите, что такой положительный идет прогноз, то высевать лучше сейчас, например. Вот первая декада мая, с 1-го по 10-е, но в крайнем случае по 15-го, лук нужно садиться уже, посадить. И сегодня пришел комментарий, что делать, если не успеваешь, например, первую половину мая высадить лук. Понимаете, высадить его можно хоть когда. Но какого качества он будет, и сколько он потребует труда вложения, вот этот уход. Ясно, что когда вы высадите его при 22-23 градусах, будет вот этот верхний слой, где он будет сидеть, будет пересыхать ежедневно, и это нужен будет ежедневный полив, или, опять же, как он будет сидеть в сухом горячем грунте, будет очень долго расшираться, вырастить очень маленькую головку. Первый период, первый месяц, ну хотя бы 2 недели, пока вот после посева нужен обязательно увлажненный грудь. И вот высокие температуры у нас идут, и дальше до середины мая все больше, больше, больше. Поэтому лучше сейчас, вот лукин день у нас в это время как раз, я не знаю, как он меняется или нет, в прошлом году был 5-го мая, вот 5-го мая у нас уже послезавтра, значит время высаживать лук уже подошло. Если у вас нет ночного минуса, начинайте копать. И вот если бы мне нужно было высадить лук весной, если бы он не был посажен, я бы сделала так. Вот сегодня у нас плюс 8, можно вскопать грядку, сделать все, разровнять, можно даже рядочки наметить. За сегодня земля прогреется, завтра у нас уже больше 10 градусов тепла, нужно срочно высаживать лук в эту влажную землю, пока еще она естественным образом увлажнена, и все, он укоренится вот за те 2-3 дня, пока вот, как сказать, не очень жарко. И потом ему этот же зной уже будет не так страшен, у него корешки уже будут в земле, и вам придется реже его поливать. Но все равно за поливом нужно следить, первые дни он должен быть влажным. Дальше. Ну и все, я вот про причины, по которым, как, признаки, по которым узнать, пора ли высаживать лук, я вам сказала. Это, во-первых, общий вот этот российский лукин день, считается, что после этого дня нужно высаживать лук. Потом цвет черемуховый, потом, если отрос чеснок, если температура воздуха 5-10 градусов, можно высаживать лук. Все. Про свой подзимый лук я потом покажу, он прекрасно размножается, разрастается. И, конечно, я потом расскажу о преимуществах подзимого, подзимой посадки лука. И еще про стрелкование. Кто-то боится, например, высадить рано, из-за того, что может лук, как при заморозках, но немножко замерзнуть, и пойдет в стрелку. Ну, поверьте, вот по моему опыту, я знаю, что в стрелку вся грядка никогда почти не уходит, но уйдет несколько, например, если головок в стрелку, вы можете использовать его на зелень, на зеленый лук, пока он не... Ну, молодая вот эта зеленая перо. Все. А остальная из этого грядка за это время вырастет. Это еще иногда даже зависит не от того, что он примерз, а от неправильного хранения семян, от неправильной подготовки семян, потому что семена и прогревают, и обрабатывают. Все это надо делать. Иногда стрелкование именно из-за неправильного хранения. Все. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Я постаралась вам рассказать вот все, что я знаю о луке, что сама применяю. Именно самое главное, что вы должны вынести, что лучше, чуть прохладнее будет и земля влажнее, чем будет вам тепло, и земля теплая, горячая. Для лука это хуже. Он довольно-таки холодостойкий. Если нет такого крепкого минуса, нужно выращивать, высаживать как можно раньше. Все. У нас такая хорошая погода, и у нас такой хороший прогноз. Я уже вчера высадила в теплицу огурцы. Сейчас буду делать второй тоннель для получения раннего урожая. Все, сейчас работа у нас закипит. И хорошо, что я высадила лук в прошлом году. Хоть с луком мне не возиться. Подзимые посадки освобождают, нам развязывают руки весной. Вот сейчас рассказала про лук и все, а у меня уже готовый. До свидания.